всем привет сегодня мы в гостях в дубай моли у молодого предпринимателя который удалось открыть первый не сетевой проект давайте узнаем как у нее это получилось танзила добрый день добрый день расскажите где мы что за заведение вы открыли я хочу вас поздравить не так давно это случилось спасибо большое где-то месяц назад мы открыли битубе бургер как все начиналось название как планирует бар барс бургер это название взяла от моего брата такой знаменитый за пределами дубая в америке сейчас у нас в ирландии готовится к ю и все бою вместе с командой коннером макгрегором вот но есть мы столкнулись такими трудностями потому что когда я открывал эту компанию и имя выбирала имя этому ресторану мне не дали разрешение на бар барс я жена потому что вы их понимание бар барс это ассоциации с баром выпивка куда люди могут пойти отдохнуть и к бургером это никого отношения имеет они а хотя бы если на английский язык переводить это означает как брусья на когда турник турник на который можно делать упражнение андрей здравствуйте рад знакомству андрей сделал очень крутую штуку он открыл в дубае свой личный кондитерский цех теперь у нас есть возможность лакомиться отличными десертами прям не отходя от как говорится посоветуйте людям которые хотят в эмиратах открыть бизнес кому обращаться если уже вот на на вашем пути вы прошли какие-то консалтинговые компании которым вы убедились что да это люди профессионалы в сфере fnb и к ним можно обращаться и какие лайфхаки то есть вы открыли здесь фризу во фризу они открыли компанию либо это лси ооо да какая компания мы открыли лси потому что по нашим требованиям необходимо было все и я продажи не только на территории дубая и для продаж на территории всех стран сессии и соответственно там я и у него краски эмиратов по законодательству ты обязан продажи дальше открыть допустим здесь компанию взяв на нее минимальное количество виз ты можешь открыть параллельно вторую компанию вот эту компанию можно открывать в фризоне больше офисная скажем так компания управляющих позволить сэкономить сэкономить на виза для сотрудников в спонсорстве я все-таки порекомендовал бы брать компанию не просто если есть логал я хочу объяснить людям суть в том что в эмиратах если вы хотите открыть фризоне компанию то вы можете быть стопроцентным владельцем компании если же мы говорим про лси то обязательно 50 51 процент по законодательству должен принадлежать местному жителям вот такие правила в эмиратах частности в дубае вы хотите разрушить миф что бургеры это джанк-фуд вредная еда это не вас супер это отлично это отлично это крутая миссия это крутая миссия и очень легкая письма тем более дубая и первое что в дубае очень интересно что местные любят бургеры они следуют за здоровым образом жизни они уходят спортзал но они обязательно пьют колу газированный напиток и бургеры они любят бургеры и а зная об этом я думаю можно пропагандировать здоровую бургера если даже взять бренд с дубая хотят американские бургеры мы пойдем дальше растим и пропагандирует наши бургеры отлично мы находимся в дубай 0 я знаю что это первый ваш проект вообще 1 1 бизнес и странный правильно вообще у меня нет опыта в ресторанном бизнесе я так даже подмечу отлично но я очень люблю готовить как вам удалось попасть в дубай мол как не сетевой проект потому что мы все хорошо знаем что в дубай мол берут только сетевые проекты и как долго вы ждали место здесь дубай мол они берут не то что даже сетевые проект они будут известные бренды которые уже за раскручены за пределами объединенных городским городом в америке в европе других стран вот и у нас как это мы вместе взяли мы его взяли прошлом году под совсем другим брендом когда мы его полностью раскрутили и поняли что по в этом месте он она не подойдет и мы не реализуем тупые которые мы запланировали просто у меня пришла такая идея чтобы чтобы сделать такое чтобы это место не упустить вот и у меня пошла идея сделать создать бургеры даже как нового концепта и не знаю без опыта ресторатора без опыта любых вообще бизнесе тем более я работала себя семейном бизнесе с родителями просто у меня есть нас палочка выручалочка по имени артем марченко он прекрасный шеф прекрасный открыл столько много ресторанов у нас казахстане они до сих пор лидируют это самые лучшие рестораны у него очень много проектов в других городах и первый проект в дубае вот я пробовала его еду его ингредиенты все особенно тоже у него есть бургеры с разными булочками после этого я поняла что я могу реально открыть не боясь как ребенок не умеет плавать его укинули в море точно так же я начала плавать в итоге размеры инвестиции в этот бизнес сколько в этот бизнес составил при грамотном подходе при при подключении более правильных своих спонсоров которые которые будут оказывать тебе содействие в какие-то договора при всех этих грамотных сложениях то получится данный цвет такого объема приблизительно триста четыреста долларов это дирхам от столько получится в районе полутора миллионов дирхам если этого не делать цифра превышает три, четыре, пять миллионов дирхам тут я хочу прерваться и еще раз делать акцент что если вы новичок в этом бизнесе в F&B бизнесе я лично советую тоже обращаться к профессионалам брать менторство либо платные консультации и открывать под присмотром поверьте это сэкономит вам очень много денег вот еще раз Андрей подтверждает эти моменты мы выбрали такой комбинированный способ сначала зашли сами потратили очень большое количество денег очень большое количество денег это входит в эту сумму полтора миллиона или вы ее отдельно считаете эта сумма получилась после того как мы пригласили профессионалов которые нам рассчитали и сказали что это должно было стоить вот столько есть еще отдельные к этому мы пришли как обычно набив собственные шишки понятно вот либо второй шанс такой лайфхак это когда вы берете в партнеры существующего ресторатора с опытом то есть у вас есть деньги либо есть какая-то грандиозная идея и вы знаете где привлечь инвестиции и тут вы должны взять себе в партнеры партнеры еще человека который может вам помочь своим опытом то есть опытного ресторатора человек который соображает в этом деле правильно? да совершенно верно это очень важно потому что даже если ты берешь партнера себе опытного человека из F&B он точно может быстро сориентироваться на рынке на незнакомом рынке сегментироваться как правильно сделать у нас канал образовательный с уклоном на бизнес поэтому подписчикам будет очень интересно услышать как же вообще ну как как начинается переговоры сколько занимает времени выждать место в Дубаймоле вот с самого начала сколько заняло времени чтобы вам сказали вот место вы можете его взять? нам так повезло мы не ждали это место обычно во всех именно в Дубае Эмиритс мол Дубай мол Ибн Батута мол Мирката мол и так далее там установлен выездить лист вот это место у меня взял брат он взял под свой бренд который хотел реализовать просто попалась так что была акция в прошлом году в честь Рамадан а когда Рамадан в Дубае они снижают арендную плату и вот просто рассмотрели его проект его проект и они согласились потому что он известный за пределами Дубая он известен в Тайване и в России кстати как вы ищите новых клиентов новые бизнесы кому продавать кому поставлять десерты у вас работает сейлс это холодные имейлы или холодные звонки по прямой встрече благодаря этому партнеру то есть как это происходит нет у нас есть команда которая непосредственно выбирает потенциально интересные нам районы в этих районах вы сможете ценовую категорию ресторанов и кафетерий которые мы могли бы поставлять которые соответствуют нашему десерту вот мы предлагаем очень интересные программы для них это как прямая поставка и покупка у нас десертов и когда компания сама формирует свое меню на своем дисплее вот и второй вариант он мне больше всего нравится когда мы бонусы оказываем администрирование мы сами поставляем в данную кафетерию свои десерты сами следим за списаниями сами контролируем ассортимент на данной и просто платим процент с продаж наших изделий то есть мы фактически берем аренду витрину делаем администрирование платим этой компании за то что мы через них продаем свои десерты вот и платим хорошо за это но тем самым компания не откладывается не имеет никаких списаний и им не надо узнавать какие десерты у нас идут какие не то есть мы используем специальные программы которые нам подсказывают что в данном заведении это наверное является решающим фактором что помогает вам находить новых трех да когда ты заходишь и показываешь партнерам что с вас не нужно ничего нет риска вы уже сделали все вы уже открыли заведение вы вложились у вас классный дисплей дальше мы берем из себя супер спасибо за интервью очень приятно успехов вам спасибо большое всем очень интересно у меня очень много людей спрашивают как попасть в дубай мол сколько стоит вход входные деньги сколько ждать места как вам это удалось расскажите мы к счастью с этим не столкнулись потому что мы попали на акцию рамадан и они предлагали площади под именно это место под реализацию мини ресторанчика или мини кафешки вот так вот поэтому входные деньги мы не платили мы только заплатили как говорится за аренду и у нас еще пошла скидка именно на месяц рамадан каждый я не знаю в этом году у них было но в прошлом году мы на так вот счастливое место попалось поэтому мы его взяли она и небольшое но не поверьте 19 квадратных метров в эти 19 квадратных метров я усовершенствовала такой маленькой мини кухня потому что имар менеджер имар они всегда спрашивают как вы это организовали у вас такой менеджмент как вы это организовали и при том что вы готовите не просто готовые бургеры дадите людям а вы их приготавливаете есть горячий процесс есть горячий процесс приготовления бургеров соусов салатов поэтому это очень невероятно но если начинаешь бизнес тем более у меня нет опыта в ресторане я начала с маленького лучше начинать с маленького потом уже расширяться Отлично. Сколько обошлось открыть B2B Movers? Точно я вам не могу сказать, сколько это обошлось. Но, чтобы открыть бизнес в Дубае, это намного дороже, чем открыть в России или других странах. Я не знаю, как говорить о Европе или Америке, но открыть бизнес в Дубае не так легко. Надо брать разрешение, начиная с открытия компании Dubai Economy. Также мы начинаем брать разрешение с торгового центра в Дубай Мол. Они рассматривают проект 2-3 месяца, полностью все дизайны, начиная от дизайна и заканчивая полностью все строительные технические моменты. И при том, что иногда Мол предлагает те компании, которым они доверяют. Так что могут быть дополнительные затраты. Александр, здравствуйте. Добрый день. Я рад нашему знакомству. Да, я тоже очень рад. Расскажите, чем вы здесь занимаетесь и вообще, как вы попали в Дубае. В Дубае у нас кандирское производство, цех достаточно большой. Мы делаем торты, пирожные, изделия из шоколада и поставляем их в различные заведения, кафе, рестораны, отели. Вот так, собственно. Такая кухня outsource. Отлично. Как вообще пришли к тому, что нужно открывать это в Дубае? Почему именно Дубае? Почему не Украина? Вы сами из Украины. Почему не там? Почему здесь? Ну, я, по-говорю, хочу сказать, что не я открывал. Я здесь просто, как это правильно сказать, начальник производства. Вот. Поэтому меня пригласили. Моих хороший знакомый, у которого в Киеве сеть кондитерских, Ханни, если вы знаете. Кто был Велис? Завертаемый Станислав. Вот это, скажем так, частичный его проект. Он занимался, был таким типа консультантом. Помогал инвестору, которому все это вложил деньги, организовать все это. Найти помещение, спланировать, выбрать оборудование. Найти людей, которые будут уже здесь на месте все это производить и этим всем руководить. Вот это он мне сюда пригласил. Мы с ним работали давно. Я был кондитером в Ханни, потом был с шефом там. Ну, и потом моя работа там прекратилась, и я уже уехал в Чисто Францию. Мне пришлось приехать сюда зеленой, и сейчас я стала более опытной. Я очень благодарна этому опыту, потому что я наработала и связи, и опыт, и научилась на своих ошибках. Это очень играет роль. Супер. Хорошо. Планируете дальше открывать бургерные или какие-то другие проекты? Мы планируем расширяться. Мы планируем открыть минимум два бранча в Дубае. Сейчас очень много поступило предложений. Очень много поступило предложений, как не успело открыться, еще даже месяца не было. Пришли бизнесмены. Они спросили о франчизе. Я сказала, это не франчиза. Это новая идея. Теперь у нас идут переговоры насчет франчизы. Они все-таки наставят, давайте продадим франчизу. Чтобы мы начали продавать, я сказала, нужно немножко времени. Также появились инвесторы, которые заинтересованы открыть B2B бургер в арабских странах и на части Европы. В рамках нашего канала мы дарим подарки нашим подписчикам. Что вы можете подарить от B2B бургерс? Конечно, скидку. Я подарю нашим подписчикам после как выйдет это видео на ваш канал. 15% скидка от B2B бургер на все напитки, на все бургеры, на все салаты. На полный счет? На полный счет. Вау, круто! Как вы достигли таких высоких показателей? Расскажите рецепт. Как в 25 лет можно быть уже ответственным руководителем производства в одной из передовых стран мира? Не знаю, какого-то универсального рецепта награды нет. Что случилось в моей жизни так, как случилось. Я просто давно понял, что кантическое дело это то, наверное, чему я хочу посвятить свою жизнь. И я всегда работал в этом направлении. Я хоть и закончил университет в специальности международная экономика, но никаким образом это ни разу не применило. Всегда искал работу где-то на кухне кондитером, начал в гостинице, просто помогал что-то. Затем постепенно работал в кондитерских и так далее. И как-то оно само собой получилось. Я особенных усилий не прилагал, просто был интересующимся, старателем и все. Когда вы поняли, что кондитер это профессия вашей жизни? Лет, наверное, в 17. Как это было? Мне нравилось готовить всегда. Я маме помогал на кухне. Такая, в принципе, стандартная история многих людей, которые работают на кухне или связаны с кондитеркой. Я начал учиться в университете. Жил сам. Готовил сам для себя. И, может быть, мне захотелось не купить что-то сладкое. И так все началось. Вы работаете больше B2B, да, бизнес-то-бизнес. Давайте мы предоставим какой-то бонус для людей, которые хотели бы сотрудничать с вашим кондитерским цехом. На каких условиях, может быть, на начальные заказы, на какой-то определенный первый период, вы дадите скидку на минимальный какой-то объем? Я предлагаю следующее. Тем людям, которые заинтересуются с нами работать, такой формат я предлагаю. Заказываете у нас... Мы договоримся, какой объем изделий. Допустим, заказываете 5, получаете еще 2 каждого из тех, которые вы закажете, бонус. Ладно. Отлично. Я считаю, это очень крутые условия. Тогда наши подписчики вы можете найти в комментариях ссылку на инстаграм Александра. Вы можете с ним связаться, сказать ему, что вы подписчики нашего канала «Съедобный бизнес» и получите уникальные специальные условия для сотрудничества. Открывайте заведение в Эмиратах, пользуйтесь услугами Александра. Спасибо.